Глава региона Игорь Кошин выступил с бюджетным посланием на сессии Собрания депутатов Неницкого округа. Доклад о социально-экономическом положении в округе губернатор ежегодно представляет региональному парламенту до 1 июля. В послании Игорь Кошин рассказал об основных направлениях развития округа и приоритетах для финансирования. Порядка 20 профессий потеряют свою актуальность или просто умрут. И это случится в ближайшие несколько лет. Их заменит труд машин. В начале своего выступления глава региона обозначил вызов, который бросает нам развитие технологий. По мнению Игоря Кошина, необходимо расширять горизонты планирования и уже сегодня перестраивать систему профессионального образования. Мы направляем на подготовку одного студента нашей системы профобразования в среднем 1,2 миллиона рублей. Это 100 тысяч рублей в месяц. Приличная сумма, если не знать, что только порядка 40% из них трудоустраивается по специальности. Это образование не позволяет выпускникам найти хорошую работу. Именно поэтому мы сейчас меняем систему профессионального образования. И финансирование будет направлено на модернизацию материально-технической базы, переподготовку педагогов, развитие. Кроме этого, я инициирую еще несколько механизмов адресной поддержки обучающихся их преподавателей. Нефть сегодняшнего дня – это компетенция и технологии. В этом направлении округ и будет инвестировать, резюмировал Игорь Кошин. Второе, о чем шла речь в послании губернатора – рождаемость. Не секрет, что Неницкий округ входит в пятерку по уровню демографии в стране. Но за этой положительной статистикой скрывается большая проблема. Молодым семьям просто негде жить. В этом году мы выходим на цифру 35 тысяч квадратных метров введенного жилья. И намерены и дальше сохранять эту динамику. По сути, доходы, полученные от нефти, мы вкладываем в строительство жилья. Со всей необходимой инфраструктурой, которая тоже оставляет желать лучшего. В этом году это более миллиарда рублей. Но вопрос жизненного пространства – это не только про квадратные метры. Развитие территории должно стать цельным. Дома образуют единый жилой комплекс, рядом появляется необходимая социальная инфраструктура – школа, детский сад, дороги, магазин. Планы комплексного развития территории должны появиться во всех муниципальных образованиях нашего округа. Кроме проблем с жильем, одной из главных глава региона обозначил высокую стоимость жизни на Крайнем Севере, которую округ субсидирует, но не всегда с умом, отметил глава региона. Объем субсидий на каждого жителя составляет порядка 47 тысяч рублей. Это компенсация дорогой коммуналки, транспортных расходов, высокой стоимости продуктов. Систему субсидирования сегодня мы перестраиваем таким образом, чтобы поощрять личную инициативу. В регионе появляются ростки предпринимательской активности, и давайте же все вместе за ними ухаживать. Жизнь на Севере дорогая, поэтому государство помогает и будет помогать. Но мы переходим на субсидирование результатов труда, а не фактически понесенных затрат. Любая раздача денежных средств снижает заинтересованность в результате, а финансовая мотивация, которая зависит от результата, наоборот стимулирует. С помощью таких мер округ получит энергоэффективную экономику и производительность труда, резюмировал глава региона. В послании зашла речь и о дороге с большой землей. Губернатор отметил, что транспортная артерия стоит более половины годового бюджета нашего округа, и без федеральной поддержки осилить ее строительство регион не сможет. Мы активно привлекаем федеральные средства. Сегодня мы ограничены в передвижениях. Особенно это чувствуется в весенний период. Дорога даст новые возможности, да и просто изменит качество жизни наших жителей. Федеральное финансирование получили также и другие наши объекты. Школа, детский сад в районе авиаторов. И мы обязательно продолжим эту работу. В ближайших планах еще две школы. Это поселок Искатель и Нельминнос. Ненецкий округ должен жить в ногу со временем. Технологии шагнули вперед, и у жителей есть возможность облегчить свою жизнь, пользуясь электронными госуслугами, офисами «Мои документы», программой «Безналичный округ». Однако мы должны двигаться дальше, сказал глава региона. К примеру, выйти на 70-80% годового безналичного оборота в регионе. Запись к врачу или детский сад, получение паспорта, замена водительских прав должны стать еще доступнее. Одной из приоритетных задач является и обеспечение жителей региона качественной устойчивой связью. На пути к изменениям моя команда допускала ошибки. Допускала ошибки, из-за которых порой страдали люди. И эти решения были крайне болезненны еще и потому, что легли на период выпадения доходов окружного бюджета практически по всем фронтам. И я хочу извиниться перед этими людьми, которые пострадали, когда я или кто-то из моих коллег принял неверное решение. Что-то недосчитал, где-то недоработал, где-то просто не хватило опыта при принятии решений. Сегодня мы пересматриваем ситуацию в каждом бюджетном учреждении, в каждой организации, чтобы восстановить справедливость там, где были перекосы. Непопулярные решения о сокращении расходов даются тяжелом, отметил глава региона. Но сегодня власти округа создают систему, в которой качество жизни и доход каждого зависит не от цены на нефть, а от собственных усилий и компетенций, а также от комфортной среды, которую формирует власть. И власть ее создаст, резюмировал глава региона Игорь Кошин. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Кирилл Иванов, Телеканал Север.